Доброе утро, друзья! Сегодня начинаем завтракать со сказочными героями. Мы уже рассказывали вам об этой книжке в одной из наших передач, но кулинарная фантазия героини настолько безгранична, что нам еще есть чему у нее поучиться. Так какой героиней-то ты так увлеклась, что даже не сказала название книги? Правда? Ну, конечно же, это моя любимая муми-мама. Та самая муми-мама, которая кормила всех завтраками, обедами и ужинами в мумидоле. А об этом рассказала нам в своих книжках замечательная писательница Туви Янсен. Сегодня утром муми-тролль спал больше, чем обычно, потому что он очень устал. Муми-мама готовила завтрак, а муми-папа сидел в своем любимом кресле, читал газету и пил кофе. «Тебе не кажется, что муми-тролль слишком долго спит?» – неловко спросил он, перелистывая страницу. «Нет, дорогой, вчера вечером он очень долго гулял с друзьями и, наверное, сильно устал. Бедный муми!» – ответила муми-мама, готовя яичницу и блины для своего сына. Муми-папа допил остатки кофе и налил себе еще из банки, стоявшей в центре стола. Во время тихого разговора родители услышали медленные шаги, спускающиеся по лестнице. «Мама, папа!» – услышали голос муми-троля. «Ты хорошо спал?» – спросила муми-мама, накладывая яичницу и блины сыну. Муми-тролль, зевая, кивнул. «Да, спасибо, мам!» – ответил он, начиная с шадностью есть блины. Вот я даже не знаю, чему отдать предпочтение – блинам или все-таки яичнице. А давай приготовим и то, и другое. Почему нет, но предлагаю все-таки начать с блинов. Для этого замесим тесто на молоке. Будем по традиционному рецепту готовить, потому что завтрак и времени мало. Ну, а начинки для блинов возьмем самые разные, потому что скандинавские блины как раз отличаются разнообразием начинок. Наши муми-герои – страшные сладкоежки. Впрочем, как и все жители Скандинавии, они очень любят блины с джемом и вареньем. Ну, а для блинов нам, конечно же, понадобится молоко, мука, яйцо, соль, немного даже сахара, если хотите сладкие блины, и оливковое масло. Ну, для начинки можете использовать все, что найдете в холодильнике. Это может быть белый сыр, мы будем использовать брынзу. Это может быть творог, варенье, ягоды, джемы. В общем, вот все, что найдете, все туда. Некоторые даже любят с мясом. Ну, мы сегодня этого делать не будем. Тесто для блинов должно быть такой, знаете, консистенции, как жидкая сметана. И, конечно же, мы будем жарить блины на специальной блинной сковородке. Ну вот, наши блины для Момитроли и его друзей готовы. А, кстати, помнишь, в книге есть замечательный такой рассказ о наводнении, когда их кухню затопило? Да, они тогда собирались завтракать, и Момитроли пришлось нырять за кофейником в собственную кухню. Да, а вот Муми-мама со свойственным ей спокойствием вообще забавлялась, наблюдая за плавающей под водой кухней. Вот это вот действительно выдержка и философское отношение к жизни. Ну, я тоже думаю, что стоит иногда перечитывать книжки Туви Янсен, потому что, во-первых, поднимается настроение, если, например, у вас до этого было плохим, а во-вторых, отношения к жизни совершенно становятся другим, и в жизни замечаешь очень много хорошего. Да, и ваша кулинарная книжка заметно пополнится, потому что Моми-мама готовила для Момитроли разные-разные вкусности и яичницу очень непростую. Наверное, всякие разные яичницы, да, мы тоже сейчас что-нибудь выдумаем. Вот ты что предлагаешь? Ну, я предлагаю что-нибудь необычное сделать, может быть, яичницу в хлебе или в сладком перце. Давай в сладком перце, точно. Нарезаем сладкий перец кружочком, обжариваем на сковороде и внутрь заливаем яйцо. Получится очень красиво. Прекрасно! Завтрак от Моми-мамы у нас вполне даже получился. Да, это хорошо, что к нам сейчас не сбежались все жители Момидола, всякие снус-мумрики, снорки и фельфьонки. Да, а еще малышка Мю, андатор и хемули. Вот давайте сегодня без андатора. К тому же пора уже на стол накрывать, потому что очень хочется завтракать. И не забывайте, что самый правильный завтрак, это, конечно же, каша. А самая быстрая каша, это быстро завариваемые хлопья. Есть на любой вкус. Пожалуйста, 5 минут и завтрак готов. Ну а у нас сегодня в меню блины с творогом и с сыром, с зеленью. А еще яичница, замечательная, прекрасная в болгарском перце, очень красивая и вкусная. Да, а в роли Муми-троля сегодня наш постоянный дегустатор и по совместительству оператор Андрей. Приглашаем его к столу, а вам пожелаем доброго утра и вкусного чтива! Мама говорит, хлопья готовятся так просто и быстро, что завтрак может приготовить любой чайник. А папа и подавно. Хлопья «Алтайская сказка» приготовлены из зерна, выращенного под ярким солнцем Алтая. Добавьте кипяток, соль или сахар по вкусу, и ваш завтрак готов всего за 3 минуты. «Алтайская сказка» – экологически быстрый завтрак.